...за явления о равноотношениях к самому действию, свидетелями которого мы являлись. Но не стану повторять всего славоблудия, которое изливалось из экспертов. Достаточно нам всем его было. Что это за экспертное заключение, что за экспертиз? Хотя, чтобы подогнать, в кавычках, свои выгоды под тексты уголовного кодекса и формулировки обвинения, делать больше нечего, так как нет материала. А что же делать? Как подтвердить посягательство на... А на что посягать? А, на общественную безопасность? Ну тогда сейчас. И начинается использование не весь чего, вплоть до неких стенограмм, откуда взялись неизвестно, текстов неведомой переписки, указания того, что, цитата, «вербовка в ряды террористической организации ИГИЛ и тому подобное». Это что за экспертное заключение? Еще раз хочу спросить я. Это что за доводы обвинений? А знаете ли, ответ на поверхность, и причем предельно ясный. Исходит он, этот ответ, из вопроса прокурора к свидетелям защиты. А он спрашивал, может, Мемедиминов сочувствовал арестованным в Крыму? И все в этом роде. Я вам сам скажу, конечно, Мемедиминов сочувствовал арестованным крымским татарам. Помните, да? Я говорил уже, ведь мы, крымские татары, после 2014 года, то есть после нарушенной той самой общественной безопасности вооруженными людьми в Крыму, стали в одночасье террористами и экстремистами. Конечно, сочувствовал. И деньги собирал на помощь и поддержку их семей. На выплату штрафов. Писал о них всех и снимал видео о них, этих арестованных. И что не так? Я так понимаю, история повторяется, а сельскохозяйственный инструмент грабли, любимый в этой стране, ведь тут все наступает на него и наступает. 58-я статья Уголовного кодекса Советского Союза, ни о чем разве не говорить? О ее части. Всего 14, по-моему. Так вот, по 58-й статье в СССР, такие же органы различных веков власти, в кавычках, справедливы, арестовали, осудили и закрали за решетку десятки миллионов человек. Но сейчас, конечно, не так. В середине 20-го века, всего за каких-то 30-40 лет, были уничтожены писатели, академики, журналисты, ученые и им подобные. Причина? Кому-то что-то показалось. Ничего не напоминает? Правда, похоже на сегодняшнее разбирательство в суде? Да, действительно, в годы всеобщей, в кавычках, закрытости глаз и всеобщего дивидения, это, возможно, миллионы, так как не было тех информационных возможностей, как сегодня. Но у нас не так. На суде адвокат передает мне приветствие из разных стран. В Турции, Литвы, США, Франции, Канады и других. Откуда эти люди меня знают? Да кто я вообще такой, чтобы меня знали за границей? Ведь до арестов крымских татар и украинцев в Крыму, то есть до момента, пока я, как говорит прокурор, не стал им сочувствовать, о моем существовании эти люди даже не подозревали. А теперь вот что-то сказал человек на суде, причем неважно, кто сказал, судья, прокурор или тот, кого судят, а об этом уже знает общество. Арестовали в Крыму журналиста? А об этом знает мир. Это отлично. Однако я все еще за решеткой. А вы все осуждаете, и вскоре, вероятно, осудите и меня. А потом, канит в лета, зачитали приговор, и кто такой Мелетянинов? Да я даже не помню, как он выглядит. Ошибаетесь. Шаламов, Солженицын, Чехов, Достоевский, Мандельштам. Они все оставили труды и после себя, где описали судебные процессы, приговоры, и описали судей и прокуроров. А сегодня человечество читает и думает, палачи. А гость пронесет и не коснется? Такая логика здесь неуместна, потому что такое не забывается. Я хоть и один, но народа моего сотни тысяч, и столько же сочувствую. Они точно не забудут. Взмахнет пером некто из таких же, как я. Неравнодушно, солидарно. И лягут на бумагу строгих книг, статей, почерков. И, как говорится, что написано пером, того. Так что стоит задуматься. Хотя история в этой стране переписывалась десятилетиями. Может, поэтому из нее не извлекают уроков, не знаю. Но обрывки все же мы видим и читаем. Мы, люди, независимость причем от веры и национальности. Поэтому, в кавычках, цитата из резолюции, притеснение крымских татар и украинцев в Крыму, это не слова пустышки. Это данность. Вот уже пять лет на полуострове. Последствия этой данности и резолюции ПАСЭ, ООН и других международных организаций. Сколько всего сказано. А причина – экспертное заключение. Вернее, формулировки обвинений. Вернее, беззаконные аресты в Крыму. Не лучше ли оставить в покое невидных социально положительных людей? Права человека, конституция, свобода вероисповедания? Нет, не слышал. Если видео о месяце Рамадан, ханском дворце в Бахчисарае, 18 мая 1944 года, снятые в 2013 году в Украине, сегодня расцениваются, как, в кавычках, воспринял для себя идеологию и практику терроризма, и практику терроризма правильными, это цитата из обвинительного заключения, если о видео, снятых в Украине в 2013 году, сегодня, говорят, рассматривается безопасность государства России, то о чем можно говорить? По логике следствия, снятые мной видео о месяце Рамадан, было сделано для, в кавычках, воздействия на принятие решений органами государственной власти, то есть там, в Кремле, органами местного управления, видимо, в поселковом совете, или международными организациями, из определения понятия терроризм, федеральный закон номер 35, фрезер от 6 марта 2006 года. Вот так ведь мусульманин говорит о месяце поста или историческом памятнике, и тем самым воздействует на Кремль. А говорит он, этот мусульманин, о посте и добрых делах, живя в Украине. Зачем мелочиться? Ждать-то каких-то видео или текстов, как, например, книг, которые запрещаются десятками. Давайте уже так. Вот тот каждую пятницу в мечеть ходит, а этот уж больно нравственный, не грубый совсем. А тот всегда с соседями обходительный, вежливый, ну, это перечисляется обыденнее для мусульман деяль. Они точно террористы. Своими молитвами, нравственностью и добрыми телами влияют на решение Кремля, ну, или хотя бы поселковых советов. Глупо звучит, правда? Так глупо и получается, уважаемые участники процесса. Неужели вы не задумаетесь? Кстати, с международными организациями осечка вышла, да? Эти международные организации в один голос трубят о преследованиях в Крыму и требуют освободить, в кавычках, цитата, гражданского журналиста Нариманом и Медемидова. Опять же, по логике следствия, если они, ПАСЭ, ОПСЕ, ООН и другие, мне сочувствуют, сочувствуют другим арестованным, то они же тоже. Намекните следователю, вдруг капитан, чтобы стать шустро генералом, захочет отличиться. Вот на это все без исключения. Я и обращаю внимание сюда. А что до экспертиз и извергающих эти экспертизы экспертов, то председательствующий ответил утвердительно «да», когда я спрашивал у него, видит ли суд происходящее. Из этого следует, что решение суда не должно быть предсказуемо не самостоятельно, тиранически, а напротив, необходимо объективное, справедливое, законное решение. Это также то, на что я обращаю внимание суда. И прошу данное заявление приобщить к материалам уголовного дела. Продолжение следует...